Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужем мы живем 10 лет, все трое детей от него, но с ним отношения холодные. Постоянные придирки ко мне, что я не так сделал, не так сказал, не в таком тоне. Ну, смотрите, на что здесь хочется обратить внимание. Первое, это, пожалуй, то, что вы уделяете внимание тому, сколько лет вы прожили вместе. Если для вас это имеет какое-то значение, сколько вы прожили вместе, то давайте попробуем увидеть, какое это значение для вас имеет, сколько вы вместе прожили. Какое значение для вас имеет, то, что вы вот 10 лет вместо. Имеет ли это какое-то значение, если да, то какое это значение имеет. И так далее. Это важно. Дальше. Вы говорите про, ну, детей, да, что вот все трое детей, да, от него. Опять же. Какое это имеет значение. Для вас. Что все трое детей от него. То есть, на мой взгляд, вот, постараться увидеть, какое это значение, какое это значение для вас имеет. Было бы очень важно. Потому что, ну, совершенно очевидно, что какое-то значение вы этому придаёте. Да? А вот какое-то значение вы этому придаёте. Какое значение вы этому придаёте? Пока не совсем понятно. То ли то, что вы в контексте детей чего-то ждёте. От, ну, от человека чего-то ждёте. То ли вы сами к детям имеете, ну, такое уже несколько, может быть, такое специфичное отношение. Да? То есть, оно у вас вот именно специфичное. То есть, чувствуется, что здесь вы хотите что-то сказать, но вот как будто бы не договариваете. Далее вы пишете с ним отношение холодное. И пишете про придирки. Здесь я бы хотел отметить следующее. Что отношения холодные, скорее всего, у вас появились, ну, совершенно очевидно, не сразу. То есть, они начались. Они стали холодными в результате чего-то со временем и так далее. И как бы вот то, что вы, например, ну, то, что вы называете придирками, да? Ну, вероятно. Вероятно, это так и есть. Это действительно придирки. Это правда. Но задача здесь заключается в том, по крайней мере, наша задача. Чтобы увидеть, на мой взгляд, пожалуй, ваш, по-минусу прочего, ваш, ну, ваш вклад в... В то, какие у вас сейчас отношения. Да? То есть, это вот задача для психолога. Для психотерапии разобраться в том, каким образом ваши отношения стали холодными. И каков ваш вклад в это, в то, что ваши отношения стали холодными. Вот. Понимаете, да? Какой, ну, какой момент здесь. На это очень важно обратить внимание. Потому что, если мы на это не обращаем, если мы на это не обращаем внимания, то мы игнорируем, игнорируем очень большую часть истории. Вашего взаимодействия. А придирки, это уже, скажем так, следствие. Проблема. Придирки, это следствие. Проблема. Конфликта. Но не его первопричина. Первопричина. Дальше. По дому муж редко помогает, так как в основном на работе. Опять же, звучит как претензия. Да? То есть вы как-то согласовывали, то есть он на работе, когда распределяли время, которое, ну, вот он там может уделять дому и так далее. У меня ребенок годик, ему нужна забота, интим сошел на ней, даже не обнимает и делает только когда ему нужен секс. Раз в две недели. То есть вы имеете в виду, что вам нужна помощь по дому. В контексте ребенка. То есть вот, ребенку годик и нужна помощь. Это вы имеете в виду, получается. Или вы имеете в виду что-то другое. Потому что, ну, вот пока что, да, тут вот не совсем ясно, да, причем ребенок здесь вот, которому нужна забота и как это связано с интимом и так далее. Но, если, если я правильно вас понимаю здесь, вот, то, наверное, имеет смысл спросить, как ваш муж воспринимает ребенка. Что касается интима, то ситуация здесь заключается в том, что действительно после рождения детей у пары может наступить, ну, может наступить, вот, такой конфликт, такой кризис, вот, может действительно случиться, да, может действительно случиться кризис, вот. Вот, и в том числе кризис отношений интимных. Потому что, очень часто так бывает, очень часто так бывает, что, когда рождается ребенок, и тем более, если ребенок не один, то вся роль супругов сводится к выполнению родительской функции. Тут нужно обязательно сказать, что не всем парам этот переход от свободных отношений, в том отношениях, когда люди живут сами для себя, по сути, живут как, ну, просто как партнеры, в том числе к родительской позиции к родительской позиции дается легко, вот. Это сопряжено, ну, к сожалению, с кризисом, вот. Это сопряжено с кризисом. И, порой, ну, кризис, да, кризис довольно серьезный. Вот. Поэтому, если этот кризис не проживать, да, если его не проживать, если его не замечать, если его игнорировать, если его зажимать, подавлять, а если, вот, ну, отношения в паре не являются, являются, там, условно говоря, доверительными, да, где люди, там, могут почувствовать себя, ну, как-то вот в комфорте, да, как-то вот. Если люди не могут почувствовать себя расслаблены, например, да, если люди не могут почувствовать себя хорошо, вот, то этот кризис, конечно, он, он усугубляет столько, к сожалению, вот. Вот, поэтому тут, вот, как ни печально, но это можно пережить, да, это можно прожить, но если люди, вот, между людьми остается что-то, что-то общее. И, к сожалению, вот, пока что, то, что я мог бы сказать, это то, что у меня по ощущениям не складывается впечатление, что между вами что-то общее-то осталось, вот. Могу ошибаться, могу ошибаться, могу, могу быть неправ, вот. Может быть, чего-то я не понимаю, может быть, может быть, я что-то упустил извили, но пока вот выглядит всё так. Так, пока выглядит всё таким образом. Вот, если у вас есть комментарии, то обратная связь будет хорошим вариантом. Дальше, значит, «Здравия неделя», опять же, звучит как претензия здесь, на вопрос, почему, отвечаю, что это я так истерически играю у него на нервах, на вопрос, почему, что, почему секс раз в неделе или почему по дому не помогают, непонятно. Дальше, отвечаю, что я истерически играю у него на нервах, ну, вот тут тоже. Дальше, это его претензия вам, да, вот. Но, во-первых, интересовались ли вы его чувствами и говорили ли вы ему о своих чувствах, если да, если да, то как? Пару раз был замечен за перепиской с секретарем. Ну, хорошо, это вы подозреваете измену, я так понимаю, да? Это у вас сама ценка падает. Дальше вы пишите, «И зредко общаюсь с этих текстов, бывшим раз в год, поздравим с днём рождения и всё». Ну, как будто бы вы оправдываетесь. Вот. Кхм-кхм. Эм. Здесь несложно заметить, что, вот, вы говорите, что муж был, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А в то же время сами говорите, что, значит, ну, что общаетесь с бывшим. Вообще, да, во-первых, как вы узнали, что ваш муж общается с секретарем, да, то есть что получается, вы следите за ним, как-то нарушаете его личное пространство, его личные границы, или как, это первое. А второе, второе, вы, значит, говорите о том, что он общается с секретарем, да, вот, но сами при этом как бы общаетесь с бывшим, вот, почему ваша переписка с бывшим, окей, а его переписка с секретарем нет. Вот. То есть, в чем разница, почему вам можно, а ему нельзя. Вы можете, конечно, сказать, что поздравить с днем рождения и все, раз в год общаетесь, вот, но тут потребности у всех разные и темперамент тоже. Вы пишите, недавно начал мне активно писать, после 14 лет расставания и я понять не могу, что ему надо, ведь у него двое детей и жена. Ну, кризис в семье, так же, как у вас, говорит, что остались чувства, теперь с ним как эмоциональные качели, то пишет, то нет. Ну, смотрите, эмоциональные качели, они у вас. от его, ну, от его сообщений. То есть, вы здесь, эм, что делаете? Вы здесь, эм, что делаете? Здесь, эм, ну, на мой взгляд, эм, перекладываете ответственность. Вот. Эмоциональные качели у вас, а вы возлагаете ответственность, как бы, ну, на него. Вот. За то, что эмоциональные качели у вас, как бы. И, на мой взгляд, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на мой взгляд, опять же, не складывается лучшим образом для вас. Вот. Поэтому этот аспект вам желательно учитывать, обязательно. Увидеть, а... Вот. Если... у вас эмоциональные качели, то вследствие чего они возникают? Да? Как бы. То есть вследствие чего у вас эмоциональные качели? Они же в результате чего-то у вас образовываются, как бы. Вот. Поэтому давайте посмотрим. Значит, что конкретно составляют что конкретно составляют ваши эмоциональные качели? Вот. Давайте попробуем это увидеть. Если мы увидим это... Вот. Если мы увидим, что конкретно составляют... А... Если мы увидим конкретно, что составляют... Эм... Ваши эмоциональные качели... Ваши эмоциональные качели... Эм... Эм... Что происходит... Что происходит... Эм... Эм... В чем... Эм... 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 К примеру... Ээм... Ээ... Ваш... ээм... Эм... Внутренний ээм... Эм... Конфликт. Да? вот, чего, например, сейчас, да, вы не видите, ну, в силу ряда причин, да, то есть, в силу вот того, что вы в ситуации особенной, ну, особенной находите, в силу того, что у вас обстоятельства такие, в силу того, что у вас эмоциональное состояние, вот оно, ну, вот такое, да, какое, какое оно, какое оно есть, то есть, вот это, вот это вот, вот на эти все вещи, на мой взгляд, нужно обратить, обратите внимание, если мы хотим разобраться с вашей, так скажем, ну, историей, да, с вашей, с вашей ситуацией, вот, понимаете, понимаете, да, дальше, предлагаю встречу, как мне поступить, как поступить, чтобы что, в глубине души я тоже испытываю к нему чувства, но боюсь, что после встречи станет еще хуже, и вновь причините боль своим расставаниям. Вам, эээ, здесь нужно определиться, эээ, в таком случае, эээ, что, что вы будете делать, грубо говоря, эээ, со своим мужем, и, ну, по сути, со своей семьей, вот. Потому что, эээ, сейчас, эээ, вот, на данный момент, эээ, все выглядит, эээ, все выглядит так, как будто вы, эээ, эээ, ищите, эээ, на что бы вам или на кого бы вам опереться. Понимаете, какая штука? И не получается опереться на мужа, не получается опереться на своего супруга, вот. И вы опираетесь на, ну, пытаетесь опереться на кого-то другого. Но важно понимать, что менее зависимый вас это не делает. К сожалению, менее зависимый, поэтому вы можете, конечно, вы можете, да, и навстречу пойти, пойти, и еще что-то, значит, сделать. Можно все что угодно. Вопрос в другом, что дальше, понимаете. И если вы свою модель поведения не измените, если вы не начнете как-то корректировать свое отношение к себе. Вот. Ну, к себе самой я имею ввиду. То ничего не изменится. И человек действительно на самом деле причинит вам боль. Потому что боль причиняется всегда зависимым людям. Вот. Именно в силу того, что эти люди зависимы. И зависимы через чур. Понимаете, да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Для Говори в твоей смысл печи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...